Нам нужно вот то поколение, которое сейчас они взращивают, пытаясь их прошить, что есть Россия, без России мы умрем, что Россия нам, она не враг, враг для нас это Запад, что они какие-то ценности нам хотят навязать, а Россия нас спасает от этих ценностей. Чтобы вот этому противостоять, они занимаются пропагандой. Пропаганда тоже является вирусом. Тумсо, салам. Кавказ сейчас не готов к объединению, но если какая-то республика захочет отделиться, ее подавят моментально. Разве не лучше объединиться сейчас? Потому что эту борьбу надо вести вместе. Было бы лучше, было бы лучше, если мы были готовы. Но кто сейчас будет объединяться? Кто вот эти люди, которые готовы сейчас вот со мной, например, объединиться? Кто они? Сколько нас будет в итоге объединять? Вы поймите, что двигателем любой идеи является народ. Без народа, который бы хоронил и распространял эту идею, понимаете? Если нету этого народа, если у этой идеи нет поддержки народа, то кто будет объединяться? Кто будет двигать эту идею? Да, те, кто желают освобождения для Кавказа, они и так объединены. С ними нет никаких разногласий, понимаете? Они и так как бы, они на этой стороне. Но их мало. Вот в чем проблема. Надо объективно смотреть на эти вещи. Посмотрите, вот сейчас за пределами Кавказа, здесь в европейских странах, Турции, США, еще каких-то других странах, даже в арабских странах, есть чеченская диаспора. Это огромное количество нашего народа. Там по разным оценкам их 300 тысяч. Представьте себе, 300 тысяч это больше, чем некоторые народы в России. То есть, значительная часть народа находится за пределами Родины. И эта часть, которая находится за пределами, она между собой здесь тоже у нас есть какие-то разногласия, там разные политические группы. Но все эти группы, они между собой разногласят только в вопросах того, что лучше сделать, чтобы освободить нашу Родину. Чтобы оккупировать Чеченскую республику Ичкерия. И даже те, кто, допустим, сторонники Эмирата, Кавказа и так далее, даже с ними какие-либо разногласия, которые существуют, это лишь в том, что они говорят, что нет, там не только Чечню вообще все надо освобождать. Но между нами нет разногласий в вопросе, что освобождать не надо. То есть, здесь таких, конечно, отдельные какие-то сторонники есть, какие-нибудь кадыровские типы здесь, они тоже есть. Но это настолько они, как бы, они малочисленные, они не имеют за собой реально никакой силы. Был некий центр у них в Германии под предводительством Дугазаева. Но их тоже, хвала Аллаха, вышвырмали отсюда. То есть, я к чему веду, в чём моя мысль? Чеченцы, как народ, вот эта диаспора, которая находится здесь, они практически, эта диаспора, значительная её часть, она за отделение. И каждая группа, мы между собой грызёмся, мы готовы друг друга загрызть, но только в том, чтобы освободиться от России. То есть, мы, наши разногласия в том, что кто-то считает, что освободиться нужно вот так, вот там, декларируя, допустим, какие-то такие идеи. Другие говорят, нет, надо декларировать вот такие, двигаться надо вот так. То есть, мы в методологии разногласим, но между нами нет разногласия в том, что Россия является оккупантом, что она наш враг и что мы должны деоккупировать свою землю, понимаете? То есть, есть политическая активность, у этой идеи есть значительное количество народа, которые являются носителями этой идеи и распространяют её, ведут агитацию за эту идею, каждый по-своему. Кто-то удачно, кто-то неудачно, но все ведут. Здесь, за пределами Кавказа, есть также и представители других народов Кавказа. Но, дорогие братья и сёстры, там нет такой активности, поймите это. Там есть наши братья и сёстры, которые также желают этого отделения, и у них есть их противники, это те, кто не желают этого отделения, понимаете? То есть, там нет такого, чтобы было значительное количество людей, и между ними, даже если бы были какие-то споры, там не было бы единства, то это единство не было бы в вопросе, как освободиться, понимаете? Такого нет. Поэтому, те, кто есть, они и так с нами объединены, у нас с ними нет никаких разногласий. Мы чем можем, мы им с удовольствием поможем, и они нам также помогут. У нас полное взаимопонимание, поддержка, ну в том, в чём мы можем, опять-таки. И сюда не входят какие-то там элементы сторонников каких-нибудь там террористических организаций и так далее. Понятно, мы сейчас говорим не про них. Здравые какие-то силы, реальные политические силы, стремящиеся к свободе. С такими нет никаких разногласий, понимаете? Но просто нужно на это смотреть как-то реально, понимать, что пока не будет вот такого вот значительного количества людей, болеющих за эту идею, носителей этой идеи и распространителей этой идеи, которые своими, своей работой, своей агитацией будут склонять сердца, ещё заручаться поддержкой других людей, пока этого не произойдёт, говорить пока про какое-то общее кавказское освобождение рано. Мы должны с вами научиться делать какие-то уроки получать с того, что происходит. У нас с вами уже есть прецеденты. Ситуация в 99-м году, произошедшая в Дагестане, это был вот один такой момент, когда просчитались, когда небольшое количество людей в Дагестане желало свободы для Дагестана, но они оказались небольшой маргинальной группой в сравнении с той силой в Дагестане, которая им противостояла, и которая, к сожалению, была за то, чтобы остаться в составе России, понимаете? Это был первый урок. Второй урок был в 2007 году, когда был объявлен эмарат Кавказ. Это ведь тоже была попытка объединения всего Кавказа, попытка расширения фронта, боевых действий. С точки зрения тактической и стратегической, если бы эта идея имела бы успех, то она была бы успешной, то есть она была рациональной, в ней не было... В этой идее самой по себе нет никакого экстремизма, радикализма, ничего в этом нет. То есть сама по себе идея свободы для Кавказа не является экстремистской. Дорогие мои слушатели, вы это поймите. Когда мы говорим про то, что это было ошибкой, не из-за того, что кто-то где-то считает, что это какое-то проявление экстремизма или радикализма. Нет. Стремление к свободе какого-то общества не является радикализмом или экстремизмом. Это данные этому обществу права и богам, и международным правам. Они имеют на это право. Проблема не в этом. Проблема в том, что когда это было сделано, сделано, расчет был на то, что это расширит театр боевых действий. То есть России придется уже не просто там в Чечне, локально где-то в лесах уничтожать противника, и тех, кто партизанят, значит, на равнине. Нет. Им теперь придется и в Нальчике, и по всей Кабардино-Балкарии, в лесах Кабарды, Балкарии, Карачае, в Дагестане, в лесах на равнине, Махачкале. Им теперь придется везде. Им придется затрачивать больше энергии. Им был расчет на то, что это даст свой результат. Поэтому был предпринят вот такой чисто политический и стратегический, военный, если хотите, такой был предпринят шаг. Но последствия того, что мы сейчас имеем, показывают, что он был непродуктивен, он был несвоевременен. Это не дало успеха, то есть это не просто не сыграло в нашу пользу. Да, там были еще и дальнейшие шаги, которые стали, наверное, более, наверное, фатальными в этой сей истории, которые, по сути, и превратили, наверное, эту организацию уже не... не в государственное образование, не в политическое движение, а все больше и больше превращалось оно в террористическую организацию. Но сама по себе идея и план, с которым это объявлялось, была именно таковой. И в ней не было никакого радикализма или экстремизма. Однако то, что мы сейчас с вами имеем, то есть мы теперь... Они не имели такой возможности. Вот когда ДОК и те, кто был рядом с ним, когда они это объявляли, они не имели возможности заглянуть в будущее, посмотреть, к чему это приведет, каков будет результат. И более того, сидя там в лесах, они не имели четкой, правильной картины того, каково настроение в этих всех этих республиках. Они имели картину мира такую, какую им представляли те, кто были советчиками. А мы с вами сегодня имеем эту возможность, смотря назад, сказать, было это удачно или нет. И мы с вами видим, что это неудачно. А почему? В чем была неудача? Неудача была в том, что общество, вот эти народы, которые должны были быть двигателями этой идеи, их не оказалось. То есть того количества людей, необходимого для реализации этой идеи. А без людей реализовать невозможно. Любая идея, она живет в сердцах людей. Если нет этих сердец, идея уходит. Поэтому, а для чего, кстати, нужны были эти люди? Потому что именно люди должны были обеспечивать помощью продукты питания. Раненых нужно было лечить, их нужно как-то скрывать. Им нужны какие-то поступления, помощи и так далее. Все это должно делаться через людей. Это не происходит так, что ты сидишь в лесу, и мана небесная на тебя падает. Такого не бывает в реальной жизни, понимаете? Поэтому, когда мы сейчас можем понять, что нет вот этой идеи, этих людей, точнее, идеи есть, нет людей достаточного количества в этих республиках наших, соседних, которые бы горели этой идеей. Поэтому мы с вами сегодня оказались вот в этой ситуации. Проект Эмарата просто исчез. Его, по сути, уже нет. Его просто уничтожили. Даже те, кто изначально были сторонниками этой идеи, сейчас от этой идеи отошли. Там осталось небольшое количество людей, которые до сих пор что-то об этом говорят. Ну, это уже... Ну, то есть, это ни какого-то результата, ни долговечности этот проект не дал. Не дал, потому что он, к сожалению, оказался не в свое время. Не в то время. Если бы изначально к этому подвели бы сначала людей, если бы эта идея освобождения, даже если не всего Кавказа, хотя бы части, хотя бы нескольких республик Восточного Кавказа, бывших территорий Имамата, хотя бы, если бы была... Вот эта идея горела бы в сердцах этих людей, живущих на этой территории. Дагестан, Чечня, Ингушетия. Тогда это имело бы какой-то успех. Возможно. Если бы наши действия были бы правильными, и Алла даровал бы нам успех. В общем, я очень долго отвечал на этот вопрос. Но я считаю его очень важным. Вы должны понимать, что я не сторонник каких-то националистических идей. Не поэтому я говорю о свободной Чечении. Не потому, что мне плевать на всех остальных, или я не хотел бы видеть этих своих братьев, сестер из других республик. Не хотел бы их видеть свободными. Не хотел бы их видеть рядом с собой. Не поэтому. А потому, что там нужно провести еще больше работы, чем проводим сейчас мы. Понимаете? Мы свое время, возможно, опередили наших братьев из других республик в проведении вот этой агитационной работы. Это делали не мы, это делали наши предшественники. И та самая партия, ВДП, Войнаская Демократическая Партия, она провела колоссальную работу. Благодаря их работе люди загорелись этой идеей, идеей свободы. Она была на ура принята всем народом. Разными представителями разных течений. У нас не было никаких разногласий в вопросах отсоединения от России, в вопросах свободы. Вообще никаких не было разногласий. Даже те, которые позже, некоторые из тех, кто позже станут оппозицией пророссийской, даже они в самом начале были полностью на идее свободы и независимости. Это благодаря тому, что была проведена работа. Поэтому мы здесь, возможно, немножко опередили. Вот эту работу, ее нужно провести и в наших братских республиках. Нужно сначала людей подготовить, им зажечь вот этот огонь свободы в их сердцах, можно сначала зажечь, а потом уже переходить к следующему этапу. Возвращаясь к твоему вопросу объединения, вот когда вот этот этап будет пройден и там будет достаточное критическое количество людей, вот тогда можно будет говорить о каких-то объединениях. И не обязательно это делать под идеей какого-то единого, унитарного государства, как, например, иммарат Кавказ. Это можно делать под идеей союза, но в целом двигаться к освобождению Кавказа. Вот что можно и нужно делать. А сейчас просто немножко несвоевременно эта мера. Поэтому, когда мы о чем-то говорим, это не нужно воспринимать как типа, что мы там на всех остальных нам плевать. Абсолютно не плевать, но сейчас мы мы видим, что эффективна именно эта мера. И нужно сейчас нам хотя бы вот эти вот огни, вот эти идеи, их поддержать, их консолидировать, их распространить, то есть поддержать, чтобы еще были люди, которые будут примыкать к этой идее. И мы сами нуждаемся в том, чтобы внутри даже чеченского народа сейчас эта идея свободы распространялась, чтобы она зажигалась и в других сердцах, где ее, где она, возможно, сейчас еще недостаточно горит. На самом деле, борьба сядет сейчас за это. Мы же давно уже какую-то активную борьбу вооруженную там прекратили. Она уже не идет. Сейчас война, борьба снова идет за сердца этих людей, за идею. Мы сейчас как вирус, нам нужно распространиться. Нам нужно вот то поколение, которое сейчас они взращивают, пытаясь их прошить, что есть Россия, без России мы умрем, что Россия нам, она не враг, враг для нас это Запад, что они какие-то ценности нам хотят навязать, а Россия нас спасает от этих ценностей. Чтобы вот этому противостоять, они занимаются пропагандой. Пропаганда тоже является вирусом. Они пытаются ее распространить, но это ложное, понимаете. А мы пытаемся говорить правду и эту правду распространять среди этих людей. Распространять ее тоже в форме такого вируса. Я привожу такую аналогию, чтобы было понятно. Идея, она очень похожа на вирус. Она требует того, чтобы она распространялась. Ей нужны носители, ей нужны те, кто будет ее передавать. Поэтому мы сейчас ведем эту борьбу и наши соседние республики, наши братья и сестры из этих республик, они должны заниматься тем же самым внутри своего народа. И чтобы нам с вами этим заниматься, нам не нужно обязательно взяться за руки, как вокруг елки ходят хороводом. Нам это не нужно. Мы и так с вами объединены. Мы и так с вами за одну идею. За идею освобождения от российской колонизации. Мы и так с вами на одной стороне, понимаете? Просто каждый должен теперь работать внутри своего народа, распространяя эту идею. Я прошу прощения, что я очень долго отвечал на этот вопрос. ВОЛЯЮЩАЯ Я ПОЛИЦАЯ МОЛИЦАЯ СООСИ ЕЛИ СУДУДА Продолжение следует...